И так, меня зовут Татьяна Гетцберг, я управляющий директор компании Абрикос Медиа, теперь это компания Wild Jam. Совсем недавно у нас произошло слияние активов двух компаний, и именно поэтому сейчас у нас стало еще больше возможностей, чем было до этого. Итак, о чем мы сегодня с вами будем говорить? Будем говорить о блогерах, будем говорить о рекламе, и будем говорить о том, как увеличивать эффективность при запуске рекламной кампании у блогеров. Вопрос первый. Скажите, поднимите руки, точнее, поднимите руки, кто из вас запускал рекламную кампанию у блогеров? Хоть раз, разочек. Один человек. Поднимите руки, кто в принципе вкладывает куда-либо рекламные бюджеты? Еее. Ну, то есть конверсия у нас примерно 5%, судя по численности зала. Один человек из всего зала – это, конечно, немного. И, скорее всего, причина такого небольшого количества людей, которые пришли к выводу, что реклама у блогеров – это круто, это действительно эффективно, заключается в том, что канал этот относительно новый, и многие компании, они не до конца понимают, как вообще взаимодействовать с блогерами, что получать на выходе, как минимизировать собственные риски. И поэтому месяц из месяца, когда мы вкладываем бюджет в стандартные наши каналы, где мы привыкли уже размещать рекламу, мы не очень хотим пробовать что-то новое, опять-таки рисковать, выходить из зоны комфорта. Но моя задача – сделать так, чтобы через полчаса, когда мое выступление закончится, чтобы у вас возникло только одно желание – это действительно попробовать и попробовать получать результат от рекламной кампании с блогерами. Итак, как я уже сказала сравнительно недавно, две компании объединились, сейчас наш бренд называется Wild Jam. Мы представляем собой холдинг, который включает в себя два основных направления. Направление первое – это творческое объединение блогеров. У нас более 20 каналов на эксклюзиве, и охват, который обеспечивают наши блогеры, более 20 миллионов человек. И что касается второго направления – это рекламное агентство. У нас более 300 реализованных кейсов в самых разных сферах по всей территории России. И это то, с чем вы можете познакомиться уже после моего выступления. Итак, несколько интересных фактов о блогеров. А вообще поднимите руки, кто понимает, кто такие видеоблогеры. А то, может быть, я немножко зря буду что-то пояснять. Хорошо. В двух словах. Есть такой ресурс YouTube. Неважно, смотрите вы его или не смотрите, но отрицать тот факт, что его смотрят миллионы человек – просто глупо. Действительно, это тот ресурс, который сейчас выходит на первое место, опережая телевидение и другие стандартные средства массовой информации. И на YouTube есть такие замечательные популярные люди, которые называются видеоблогеры. Так вот, интересная статистика. 80% популярных блогеров – это девушки и юноши, возраст которых порядка 16-24 лет. То есть большая часть блогеров достаточно юные. И несмотря на их возраст, их миллионные подписчики крайне лояльны к своим кумирам. Действительно, блогеры – это кумиры современности. Это те люди, которым хочется подражать. Это те люди, за которыми хочется куда-то идти, за которыми хочется следовать, за которыми хочется действительно… Не могу вспомнить слово, но ладно, это неважно. Ключевой момент – мы понимаем, что те, кто смотрит блогеров, и это миллионная аудитория, они хотят пользоваться теми же самыми товарами, которые пользуются блогеры. Они хотят посещать те же самые мероприятия, куда идут блогеры. И блогеры – это не подрядчики, да, вот как мы с вами привыкли, когда размещаем рекламу на каких-то площадках, там все четко, официально. Блогеры – это в первую очередь творческие люди. И, конечно, к ним должен быть определенный подход для того, чтобы рекламная кампания была эффективной и состоялась в таком ключе, как вы этого хотите. И для блогеров лояльность аудитории, она гораздо важнее, чем просто заработок. Поэтому если у вас какой-то сомнительный продукт, и блогер не уверен в том, что он хорошо пойдет среди его аудитории, то он просто откажется с вами работать. И это тоже момент, который надо учитывать. По большей степени мы с вами будем рассматривать канал Ютуба. Мы работаем как с Ютубом, так и с Инстаграмом. Это сейчас два основных направления, в которых работают блогеры. Но сконцентрируемся на Ютубе. Когда вы думаете о том, где бы разместить рекламу, вы обычно смотрите статистику рекламных каналов. Вам обычно предоставляют самые разные данные, начиная стандартными полным возрастом и заканчивая какое образование у вашего потенциального клиента, что он любит, а что он смотрит, а есть ли у него машина и куча-куча дополнительной не всегда нужной информации. Эта статистика, она собирается специальными агентствами, вы это прекрасно понимаете. Но, тем не менее, ни один канал не может вам гарантировать, допустим, сколько человек целевых посмотрят вашу рекламу, если речь идет, опять-таки, о стандартных средствах массовой информации. Разумеется, и телевидение, и радио, они дают прогнозы. Они говорят прогнозы, что, например, если в прайм-тайм вот такое количество человек смотрит какую-то передачу, то, вероятно всего, вашу рекламу также посмотрит такое же количество человек. Но давайте будем откровенными. Когда вы смотрите какую-то интересную передачу и начинается реклама, начинаете ли вы смотреть эту рекламу еще более охотно, вместо того, чтобы, например, дойти до холодильника и принести что-нибудь покушать? Да нет. Тот эффект, который сейчас существует, это эффект рекламного шума. Мы не воспринимаем уже рекламу. Мы делаем звук на телевизорах тише, и, конечно, каналы специально еще увеличивают звук для того, чтобы привлечь дополнительно наше внимание. А по факту эффект рекламного шума, конечно, есть. Так вот, возвращаясь к статистике рекламного канала, YouTube дает нам всего три основных показателя. Три показателя нашей аудитории. Аудитории. Это пол, это возраст, это география. Это те параметры, на которые мы опираемся, когда разрабатываем рекламную кампанию для брендов. Есть еще один критерий, это тематика канала. И, конечно, когда вы будете запускать рекламную кампанию блогеров, вы должны опираться не только на критерии полвозраста, географии, но также и на интересы вашей целевой аудитории. Итак, есть явные преимущества работы с блогерами. Явные преимущества того, почему реклама у блогеров работает во многом лучше, чем со стандартными медиа. Блогеры не информируют, а влияют на решение. Почему это так? Что делает реклама? Ну, раз я сравниваю с телевизором, да, пока я сравниваю с телевизором. Реклама на телевидении, она информирует. Мы просто узнаем о том, что вот ножпа, она там избавляет от боли в животе или еще что-то. Да, мы об этом узнаем, но это не значит, что мы хотим встать и побежать покупать тот продукт, который увидели с экранов. Блогеры, поскольку кумиры, опять-таки, современности, то, о чем я говорила ранее, они не просто информируют, они создают спрос, они влияют на потребительское решение. И в этом ключевое отличие рекламы у блогеров от любых других рекламных каналов. Блогерам доверяют. А это значит, что имидж блогера автоматически распространяется на имидж продукта. Если кумир засветил в своем видео какой-то бренд, это автоматически значит, что доверие к этому блогеру распространяется теперь на доверие к этому продукту. Можно чуть попозже? Я когда закончу, ладно? Максимальная вовлеченность и отсутствие эффекта рекламного шума – это как раз то, о чем я говорила. Что за максимальная вовлеченность? Поскольку реклама, она создается, интегрируется максимально органично, зачастую потребитель не всегда может разграничивать, где реклама, а где не реклама. Поэтому нет эффекта рекламного шума. Там невозможно в какой-то момент перемотать или срезать, или убавить звук, потому что во всем ролике, во всем интересном контенте, на который идет аудитория, непосредственно будет так или иначе интегрирован ваш продукт. Дальше. 24 на 7 – или вечная жизнь контента. Один раз, вкладывая деньги в рекламу у блогеров, этот контент остается в сети. И сейчас вы платите за единожды, за какую-то рекламу видео. Это видео остается на канале. У этого блогера увеличивается количество подписчиков, приходят новые зрители. Они возвращаются и просматривают те видео, которые были созданы ранее, и они снова узнают о вашем продукте. Поэтому, конечно, реклама у блогеров – это еще и такие дополнительные инвестиции. Получение быстрой обратной связи от целевой аудитории. Это единственный канал, где существует так называемая стена, где вы можете максимально быстро увидеть фидбэк от вашей целевой аудитории. Сравнительно невысокая цена контакта. Да, действительно, реклама у блогеров, она в разы дешевле, чем реклама на телевидении или реклама в других источниках. Сам себе продакшн. Для того, чтобы запустить рекламу на телевидении или на радио, вам в любом случае надо заплатить дополнительные деньги еще на создание видеоконтента, либо аудиоконтента, если речь о радио. Здесь вы платите за размещение рекламы, которая уже подразумевает создание нужного контента, куда будет интегрирована ваша реклама. Реклама через одно устройство. В данном случае, если, например, вы видите рекламу на телевидении или слышите по радио, и там говорится, что вот, запустилась рекламная акция, зайди на сайт, сделай то-то, то проходит долгое время, прежде чем ты услышал рекламу и пошел что-то делать. И зачастую ты не всегда доходишь и что-то делаешь. А здесь, когда ты видишь какое-то рекламное сообщение или какой-то призыв, ты тут же видишь ссылку, и ты сразу же начинаешь участвовать, и вовлеченность, она, конечно, здесь гораздо выше. И возможность работы при меньших бюджетах. Конечно, вы не придете на телевидение с бюджетом в 50 или в 100 тысяч рублей. Многие думают, что реклама блогеров – это очень-очень дорого, как там работа селебрити, только миллионные бюджеты. Да, действительно, крупные бренды рекламируются у блогеров. Но если у вас небольшой интернет-магазин, и вы продаете кухонные ножи, то почему бы вам не интегрировать свою рекламу у блогера в его кулинарном шоу, где ваши ножи будут действительно интегрированы максимально органично. И в таком случае вам не важно, насколько огромная охват у этого блогера. Вы выбираете целевого блогера, который максимально подходит по тематику вашего продукта, и вы получаете высокую конверсию. Зачастую сравнивают рекламу блогеров и CPA. Я не очень люблю, когда сравнивают два этих инструмента, потому что, вы же понимаете, они совершенно-совершенно разные, в принципе, их, наверное, сопоставлять нельзя. Но все же, в чем принципиальная разница? У любого человека есть скрытые потребности и есть явные потребности. Что такое скрытые потребности? Это изложение покупателям проблем, его трудностей, каких-то недовольств. Например, какая-то девушка думает, что мне не нравится своя фигура. Это будет скрытой потребностью. Что же такое явная потребность? Это конкретное утверждение по поводу необходимости или желания чего-то изменить. И здесь у нас будет «Мне нужен абонемент в фитнес-зал». И если человек пришел к пониманию, что «Мне нужен абонемент в фитнес-зал», вероятно, что он придет и введет в поисковой строке «фитнес-зал», «абонемент», и ему выпадет огромное количество предложений, в том числе здесь реклама CPA будет действительно целевой и работать будет здорово. Потому что она работает с чем? С существующим спросом. Но если у нашего клиента нет такой ярко выраженной потребности, если у него в голове только мысли о том, что мне не очень нравится своя фигура, то он просто время от времени смотрит ютуб-блогеров. И смотрит он на наших красоток, и видит он какого-то бьюти-блогера, который рассказывает, слушайте, знаете, мне недавно предложили попробовать пойти в фитнес-клуб, например, в «Алекс фитнес». И мне действительно понравилось. Давайте вот мы сейчас вместе с вами виртуально туда попадем. Она делает обзор этого фитнес-клуба, она показывает своим зрителям о том, как, оказывается, легко заниматься, какой классный инструктор. То есть она демонстрирует то, как круто вот в этом фитнес-клубе. И девушка, у которой была еще как бы скрытая потребность по поводу недовольства своей фигурой, у нее начинает двигаться мозг уже в сторону явных потребностей. Она думает, ну вообще-то, наверное, надо что-то делать. И раз уж так совпало, что мой любимый блогер, мой кумир рассказывает о том, что есть вот такой фитнес-клуб, если она туда ходит, но из всех фитнес-клубов, конечно же, я выберу именно тот, куда ходит она. И она выбирает именно тот фитнес-клуб, который размещает рекламу у этого блогера. Вот такое вот сравнение. Здесь, конечно, при рекламе у блогеров здесь формируется спрос за счет лояльности к блогерам. И ключевой момент, что здесь спрос формируется. В то время как при модели CPA у нас идет работа с существующим спросом. Какие существуют форматы размещения рекламы? Форматов размещения рекламы достаточно много. Сколько у нас еще времени? Форматов размещения рекламы достаточно много. И независимо от того, какой вы выберете формат, так или иначе, он обязательно приведет к тому результату, который вы поставите. В зависимости от того, какая у вас категория продукта, в зависимости от того, какой у вас бюджет, будет выбран именно тот формат, который максимально просто подойдет. В двух словах. Ну, наверное, вы и так понимаете, я просто озвучу pre-roll. Product placement понятно. Упоминание анонса – это короткое словесное упоминание в основном видео. Интеграция – это самый популярный формат, когда в рядовом видеоблогере, которое выходит регулярно, интегрируется рекламная тематика. В чем основное отличие интеграции от отдельного видео? В том, что отдельное видео целиком и полностью посвящено теме рекламного продукта. Обзор продукта – очень популярный формат, спонсорская рубрика, специальный проект. Опять-таки, еще раз повторю, что неважно, какой бы формат вы не выбрали, все равно рекламная кампания, она достигнет той задачи, которую вы ставите. Началось какое-то эхо небольшое. Как увеличить эффективность рекламной кампании у блогеров? Итак, пункт номер один. Конечно же, первонаперного нужно выбрать правильно блогера. Вот здесь мы зачастую сталкиваемся с недопониманием среди клиентов. Объясняю. Приходит к нам новый клиент и говорит, слушайте, хочу запустить рекламу у блогеров. Я вообще рынок не знаю, но вот я смотрю Катю Клэп сама. А продукт у нас, допустим, рыболовные удочки. Ну вот я смотрю Катю Клэп, а Катя Клэп – это топовый бьюти-блогер, лайфстайл, то есть она никак не соотносится с аудиторией мужчин, которым интересны рыболовные снасти. И клиент говорит, ну вот все хорошо, ну вот давайте только Катю Клэп возьмем, потому что она известная, у нее охваты миллионные. Вот пусть у нее реклама выстрелит. И вот в таком ключе, когда клиент опирается исключительно на свои какие-то пожелания и предпочтения, очень сложно добиваться тех целей, которые он ставит. Поэтому очень важно, чтобы клиент, конечно же, понимал экспертность тех людей, которые работают на этом рынке очень давно. Я вижу вопрос, обязательно потом запомните его, я на него отвечу. Вот, поэтому, конечно, когда мы выбираем блогера, мы опираемся в первую очередь на те показатели, которые у нас есть. Мы отталкиваемся от нашего продукта, кто наша целевая аудитория, на какую локацию мы хотим распространяться, и какая тематика нам интересна. Далее, мы формулируем конкретную задачу для рекламной кампании. У любой рекламной кампании, точно так же и у рекламы у блогеров, должна быть конкретная задача. Что это может быть? Это может быть увеличение лояльности к продукту. Это может быть увеличение количества скачиваний приложений. Если у нас, например, цель продвигать предложения. У нас может быть цель обучить потребителей пользоваться нашим ресурсом. Вот, например, у нас сравнительно недавно был клиент скидка.ру. И не совсем интуитивно понятная механика. И поэтому целью было именно обучить аудиторию и показать, что это не так сложно, как кажется на первый взгляд. В общем-то, цель должна быть понятна. И после того, как мы формулируем цель, мы уже отталкиваемся от нее. Дальше. Мы выбираем какую-то интерактивную механику. Конечно, лучше всего заходят какие-то механики, как конкурсы, когда мы не просто делаем ролики, которые там информируют, то есть несут именно информативную задачу, а когда мы запускаем какой-то актив. Дальше. Мы можем попросить, чтобы аудитория писала фидбэк в комментариях. Когда мы задаем определенную рамку непосредственно видео, когда блогер просит своих подписчиков сказать честно, слушайте, ребят, скажите, что вы вообще об этом думаете, об этом продукте или об этой рекламной кампании? Поверьте, там много всего интересного. И если сначала может показаться, что там один флут, нет, там не один флут, там действительно люди, которые болеют за своего блогера, за своего кумира, и они с удовольствием поделятся теми ощущениями и тем мнением, которые есть у них в голове. Обязательно нужно размещать реферальные ссылки. Это очень важно. Когда мы в рекламной кампании задействуем несколько блогеров, нам необходимо понимать, какой из этих блогеров впоследствии принесет нам самый большой выхлоп. Далее, мы можем дать блогеру какой-то индивидуальный промо-код. Это также важно для того, чтобы отследить, сколько от него пришло конкретных заказов или каких-то заявок. И мы запускаем хэштеги. Далее, если мы решили запускать рекламную кампанию блогеров, как нам действовать? В общем-то, два пути. Вы можете действовать самостоятельно, вы можете действовать с помощью агентства. Если вы действуете самостоятельно, я предлагаю вам это как-то сфотографировать, потому что это действительно важно. Первое. Вы определяете свою целевую аудиторию. И опираясь на целевую аудиторию, вы делаете выборку блогеров. Далее. Вам необходимо подготовить подробный бриф. После того, как вы готовите подробный бриф, вам необходимо сделать запрос блогерам. Вы выбираете формат размещения. И тот бриф, который вы создаете, необходимо адаптировать под сценарий нужного блогера. Чтобы это не было просто сухо и как-то неинтересно. Наша задача сделать так, чтобы, я напомню, контент рекламный, он был максимально органично вписан в основной контент-видео. Далее. Вы согласовываете с блогерами все, 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 что нужно. Вы согласовываете с ними сценарий, согласовываете с ними ролики. После этого вы производите оплату. Важный момент. У нас блогеры не являются юридическими лицами, поэтому если вы работаете с ними напрямую, то ваша бухгалтерия, она может немножко этому не радоваться, потому что здесь только формат либо наличного платежа, либо это электронные деньги. Далее. После финальных согласований вы контролируете публикацию и потом спустя некоторое время просите у блогера выгрузить статистику рекламной кампании. Если вы работаете с агентством, то вы точно так же должны определить свою целевую аудиторию, потому что кроме вас лучше этого никто не знает. Ваша задача согласовать предложение, которое вам поступит, потому что после того, как вы определите целевую аудиторию, вам будет сделана выборка, сценарий, то есть все то, что вот из этого пункта, только это уже в виде предложения. Дальше. Вы заключаете договор с юридическим лицом и согласовываете полученный ролик. Сейчас я помню, что у нас совсем мало времени. Хочу несколько кейсов рассказать. Один из последних успешных кейсов – это приложение EG Battle. Поднимите руку, кто о нем слышал. Ага, вы просто не целевая аудитория. Итак, количество блогеров, принявших участие в компании – 5. Общий охват рекламной кампании – менее 1 миллиона человек. Общее количество скачиваний предложений было более 20 тысяч. При условии, что бюджет рекламной кампании составил порядка 150 тысяч рублей. Путем несложных математических исчислений вы можете посчитать конверсию и насколько это может быть действительно эффективно и круто, когда вы правильно выбираете свою целевую аудиторию, когда вы правильно размещаете нужный контент. И сейчас я хочу показать вам небольшое видео о том, что это такое и как это было. Чтобы вы понимали масштабы моей начитанности, у меня есть полная коллекция советской энциклопедии. Видите, тут даже можно выставить слово. Энциклопедия. Тут, правда, есть немножко ошибки. Тут надо 20-ю переставить на 21-ю. Так что вот, если, друзья, Роскомнадзор, Википедию все-таки заблокирует, как бы мне пофиг. Все знания мира расположены у меня на вот этой полке. Друзья, как вы думаете, сколько мне лет? Можете высказать свое предложение в комментариях, ну а я вам дам небольшую наводку. Я уже достаточно старый для того, чтобы решать ЕГЭ. Ну, в смысле, я его сдавал еще когда-то очень-очень давно и уже совершенно не помню, какие-то были вопросы. Чему равно давление столба воды плотностью 1000 кг на кубический метр, высотой 1 метр, на боковую стенку сосуда площадью 10 квадратных сантиметров? Скажу лишь, что сдал я его не очень хорошо. Хорошо, максимальный балл у меня был, по-моему, 75. Это за ЕГЭ по информатике. А самый маленький балл у меня был 44. Не буду говорить по какому предмету, просто стыдно. Русский язык! Пригодились ли эти результаты мне в жизни? Это серьезный вопрос сейчас. Пригодилось ли мне ЕГЭ в жизни? Да бросьте, что вы. Никому не нужно это ЕГЭ. Оно есть только для галочки. И, к сожалению, эта галочка обязательно. И сдавать его нужно всем. Независимо от того, что вы собираетесь делать дальше. Перед этим ужасным экзаменом нас натаскивали круглые сутки. Сначала в школе, потом дома, еще с репетиторами. По вот этим учебникам мы занимались постоянно. Только для того, чтобы решить какой-то там тест. Это было скучно. И это было делать вообще неохота. Тем более, что там очень вот так... Аааа, сложно! Честно говоря, я очень завидую тем, кто только сейчас собирается сдавать ЕГЭ. Потому что вам для подготовки на самом деле нужен только мобильный телефон. Вот бы у нас так было. Возможно, мой худший балл был бы не 40, а хотя бы 50. Если в наше время информацию в голову просто запихивали с целью, чтобы это выучить наизусть, то сейчас это все можно в виде батла провести, как версус, да, только в формате ЕГЭ. ЕГЭ батл. СО-СИ-СО-4-К. СО-СИ-СО-ЧКА через цифру 4, вот так меня зовут, находить. Самый лучший способ что-то выучить через доминирование. То есть не тупая зубрежка для того, чтобы сдать какой-то там экзамен, а выучить какой-нибудь факт, чтобы унизить своего друга. Вот такой основной принцип правильного обучения. И самое главное, что здесь есть все вопросы из ЕГЭ по всем областям. Вот у меня самый маленький был в русском языке. Давайте его найдем. Вот он, русский язык. Попробуем исправиться. Процесс формирования древнерусского языка, по мнению академика Виноградова, определяется взаимодействием нескольких составляющих. Как я уже говорил, 40 баллов. Всего 40 баллов. Жителям Земли наиболее важно знать астероиды, орбиты которых близко. Три. Чувствую, сейчас бы я и 40 нифига не набрал. Да сколько вообще можно эти запятые расставлять? Айфоны сейчас и так уже умеют это расставлять. Это абсолютно не навык. Рудимент, да. Вот эта бесполезная вещь, которая утратила свой смысл. Ага. А следующего слайда не будет, да? Ну, в общем, далее наш блогер Тимур Сидельников, он рассказывает, показывает интересные всякие моменты из этого приложения. Большой плюс в том, что он рассказал свой ник, конечно, было большое количество скачиваний, в том числе благодаря его участию. Просто вот вы сейчас видели маленький кусочек того, как это происходит. Вот такой вот у нас был заказчик, вот так вот это было. Как-то это свернется? Вот, отлично. Но, к сожалению, время мое закончилось, поэтому больше кейсов рассказать вам не могу. Копируйте, фотографируйте мои контакты. Ой, вот так, да. Фотографируйте контакты, и я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Сейчас, видимо, мне только один вопрос дадут, да? Возможность. Спасибо. 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 Спасибо.